Сказ о том, как калмыки Рамаяну читали. Древнеиндийский эпос Рамаяна является одним из выдающихся произведений мировой литературы. Индийский ученый называет его первым художественным эпосом Индии, а его автора – легендарного мудреца Вальмики первым поэтом. Оригинальная версия Рамаяны имеет большой объем, она состоит из 24 тысяч стихов, объединенных 7 книг. В Рамаяне описывается война между Индией и Шри-Ланкой, случившейся более 4000 лет назад. Как важная часть индийской культуры, сказание о царевиче Раме попало в сборник «Джатак» – истории о прошлых жизнях Будды Шакьямуни. Вместе с распространением буддизма этот переказ эпоса появился во многих странах Азии, в том числе в Хатане, Китае, Тибете. В стране снегов переосмысленное буддистами повествование о царевиче Раме обрело настолько большую популярность, что было издано ксилографическим способом в одном из главных буддистских монастырей Тарши Лохумпо. Вместе с учением Будды из Тибета прозаический пересказ Рамаяны попал в айратские кочевья, где был переведен на айратский язык и записан письменностью Тодобичи. Наши предки знали сказания о Раме по дословному переводу названия эпоса «Рамана Хаана Туджи». Рукопись этого удивительного по красоте языка сказания имелась в собрании каждого уважающего себя айратского любителя книг. Изредка ее можно обнаружить на алтарях айратских юрт и по сей день. Любили Рамаяну и у нас на Волге. Ярким свидетельством того, что калмыки читали сказания о царе вечерами, могут послужить упоминания об этом произведении в грамматике калмыцкого языка Попова, изданной в 1847 году, в калмыцко-русском словаре Познеева, вышедшем в 1911 году, а также в рукописях профессора Голстунковского. С приходом советской власти Тодобичик был упразднен и связь с литературным прошлым потеряна. В 1979 году монгольский академик Дамдин Сурен опубликовал книгу «Рамаяна в Монголии», в которой поместил айратский тес и его русский перевод. Через три года после выхода этой книги в 1982 году профессор Биткеев переложил это произведение с айратского на калмыцкий язык и издал в листе под названием «Рамаян». Так уникальный айратский перевод жемчужины мировой художественной литературы вновь вернулся к калмыцкому читателю по материалам статьи Геннадия Корниева. Команда канала «Зан Онлайн» благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо! Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Циденов.